Хвалить чехлы Трансформер за их непревзойденную автобусопригодность Это все равно, что восторгаться вместимости хорошего презерватива Объем воды, или в нашем случае количество рядов Это, так сказать, бонус Дополнительная опция другим просто непостижима Но основное ведь это защита и облегание И вот тут выясняется, что применять эту модель лучше даже по назначению В легковушках Так что хватит надувать шарики в автобусах Пора бы заняться здравым сексом в седании А где им заняться, как не на заднем сидении? Вот так и выясняется, что многие универсальные чехлы в большей или меньшей степени, но ущербны Где-то и бурной ночи не надо просто присесть достаточно Чтобы чехол сполз, уполз, задрался, скомкался Чаще всего попытки чехла убежать случаются в тех легковушках Где задний диван с ушами, ярко выраженными боковинами Надетый чехол напоминает барабан И стоит ударить по нему одним местом, края стремятся к середине Именно задний ряд чаще всего отбивает желание у водителей в дальнейшем пользоваться универсальными чехлами Владельцы пошивочных ателье потирают руки и держат цены на прежнем высоком уровне Странно, но до Автопрофи почему-то ни один российский производитель не озадачился поиском решения А для того, чтобы его найти, достаточно было А. иметь смекалку Б. потрогать место стыка этого самого уха и средней части сидения Точнее, наоборот, сначала потрогать и выяснить, что боковина есть отдельная единица, а не общая целая с диваном А потом сообразить, что молния и пара кусочков ткани способны полностью решить проблему Так появился торцевой клапан, запатентованная разработка авторов трансформеров С этой разработкой универсальные чехлы стали фактически модельными по качеству утяжки Но без необходимости искать марку своего авто на упаковке Берем задний ряд и 99% что он ляжет как родные Торцевым клапаном можно разделить и те места, где часть спинки складывается или где часть всего сидения двигается Причем неважно посередине это место или ближе к одной из сторон Учтены все варианты Это что касается облегания, но с ним напрямую связана и защита Нужно ведь так рассчитать качество и толщину материалов, чтобы чехол и эластичность не утратил И плотность сохранил достаточную Кому нужны протекающие чехлы Тут уже в который раз можно отметить многолетнюю непревзойденность метода треплирования Причем именно в версии автопрофи Толщина верхнего слоя, внутреннего поролона и подкладки в виде полиэстера рассчитаны до микрона Этот сэндвич мягок, приятен, хорошо тянется, но даже воду не пропускает Так для понимания ответственности подхода только эко-кожа бывает более 100 видов От очень мягкой, до очень плотной и грубой Тестирующий отдел компании перепробовал все варианты, прежде чем сделать выбор в пользу самого практичного То же самое с велюром Трансформеры ведь не только кожаные бывают Выбрав материал, остается только с дизайном первого ряда определиться Тут более стильный матрикс и более практичный комфорт С усиленной боковой поддержкой и поясничным упором Увы, мы по-прежнему заложники автоспортивного направления автопрофи А потому снова выбираем те, что с боковой поддержкой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...